Весовая категория чуть потяжелее до 59 килограммов и здесь казахская спортсменка Айджан Исмагулова противостоит нашей с вами соотечественнице Катерине Янушкевич. Красное и синее трико соответственно. Опять предыдущая схватка белорусская с казахской спортсменкой сражалась и второй поединок. Посмотрим, что он нам принесет. Какие дивиденды. Катерина Янушкевич за выход в финал проиграла тоже наша соотечественница Бохан, которая будет выступать за первое место. И Татьяна Бохан уже себя зарекомендовала. Достаточно уже длительное время выступала и за молодежную команду. И также, как говорится, плавно перешла во взрослую команду, где проявила себя, была чемпионкой страны. И, как говорится, будем надеяться, что она покажет на этом турнире, что она готова стать чемпионкой этого турнира. Переход многое на кат и есть возможность все-таки приложить лопатками к ковру, но, мне кажется, все-таки вывернулась. Но эпизод все равно еще пока не завершен. Я думаю, что немножко она расслабилась. Хотя... Чуть-чуть буквально не хватило. Счастье было рядом. Да. Но еще не все потеряно. Если сотенит руки с головы, то может и положить. Но... Очень сложно это сделать, так как уже Исмогулову захватила ногу Янушкевич. Да, но осталось 30 секунд. Я думаю, в этом периоде Екатерина уже решила в свою пользу. Но атака была проведена неплохая. Да, очень целеустремленная. Тем более, как раз переход был дальше, проход в ногу и переход без паузы. Продолжение в партере. Соответственно, и оценки на табло 3-0 в пользу нашей спортсменки. За чуть более 5, чем 5 секунд до завершения этого периода. Но в итоге свидетельствуем, что этот период остался за белорусской. Ну что ж, сам Александр Медведь говорит о том, что, в общем-то, наверное, у нас больше оптимизма вызывает выступление как раз девушек, чем парня. Да, последние годы, особенно на чемпионатах мира, где-то в том числе у девушек получше результаты, чем у ребят. Я скажу, чемпионаты мира и Европы это одно, но будем смотреть, что будет на Олимпийских играх. Вот очень хороший проход и продолжение в партере. Но просто чуть не успела до конца сделать удержание своей сопернице. Хотя могла бы в этот момент уже решить, кто победит в этой схватке. Второй период. Первый, напомню, остался за Екатериной Янушкиевич. Екатерина всегда очень уверенно борется, не боится идти на приемы, особенно в проходы в ноги. Потому что вот как именно иногда девочки, девушки, они где-то, идя в ноги, где-то немножко отворачивают лицо, что боятся, что попадет в глаз, в лицо. Это достаточно смелая спортсменка. Но вот здесь, конечно, она ошиблась, сделала такое неподготовленное действие. И, можно сказать, сама потеряла равновесие. А уже соперница только дополнила это. Но время еще есть. И смогу Луана на первом этаже работать довольно жестко. Девчонки заводятся очень сильно. И иногда тоже такие схватки. Бывает, что судьям приходится их останавливать и утихамилить. Потому что из-за волосы друг друга тяга. Вот хороший проход. Будет ли концовка до конца? Вот молодец. Не накатит. Нет, тут надо было удержание. Двухбальное действие. Остается уже почти 40 секунд. Ну, я думаю, сейчас будет все-таки молодец. Молодец. Вот до конца доработала ситуация. И чистая победа. Ну, сделала то, что, в принципе, могла сделать дважды до этого. Еще первый период. И во время второго. Ну, с третьей попытки получилось. Да, скажем так, что да. Она сделала несколько попыток. Катерина Янушкевич одерживает победу в этой весовой категории до 59 килограмм. И над Айжан Исмагуловой. И мы еще раз посмотрим атаку. Победную атаку. Белорусский. Вот она перехватила на ключ. И пошла на удержание. А здесь уже соперница даже и не сопротивлялась. Видно было, какое довольное лицо было у Янушки.